Ну так, видео называется. Как узнать, что вас обманули, да? Это, я тут вычитал фразу, и мне она очень понравилась. Как узнать, что вас обманул брокер? Знаете, какой ответ мне так понравилось? Вы отдали ему деньги. Все, то есть, понимаете, если вы отдали деньги брокеру, значит вас обманули. И еще можно из ералаши, да? Парам-парам-пам! Вот, а в целом-то действительно, да, фраза хорошая. И давайте, включаем мозги и объясняем это своим близким людям. То есть, все вот эти вот договорные матчи, там. Ну ладно, я еще не беру ставки на спор, там, да, вы там ставите, кто выиграет, там, и так далее. Вот, ну вот эти вот, я знаю договорные матчи, вот. Эти брокеры, биткоины и так далее. 99% это мошенничество. Все вот это вот, вот, вообще просто, ну, запомните же вы, когда же вы уже поймете. Уже, ну, 30 лет страну имеют. И до сих пор финансовые пирамиды, такого этого, построены по тому же принципу, что МММ, до сих пор работают и рушатся, и люди до сих пор ко мне обращаются. Я попал в финансовую пирамиду, или там, моя жена попала в финансовую пирамиду. То есть, ну, как это работает? Ну, нету, ну, поймите, нету, кроме, говорю, кроме, ну, наверное, коррупционных связей, ну, нет халявы в этой стране. Ну, нету халявы. Ну, кто даст вам зарабатывать крупную сумму денег, если вы не специалист в своем деле? Ну, кто вам будет платить зарплату 100 тысяч, если вы вам, вот вы только выпускник вуза и непрестижного, и нету опыта работы? Ну, кто вам будет серьезные деньги отдавать на халяву? Ну, кто продаст Мерседес торгов, который стоит, там, 3 миллиона рублей, кто вам продаст его за 400 тысяч рублей, как это рекламывание постоянно, там, как можно круто зарабатывать на торгах? То есть, круто зарабатывает человек, который впаривает вам эту информацию за бабки. Вот и все. То есть, бесплатные вебинары нужны для того, чтобы привлечь клиентуру для потом уже платных вебинаров. То есть, они грамотно построены. Ну, никто, никто, запомните, никто вам, ну, если вы мошенник, то другое дело, да, то наивные люди вам дадут деньги бесплатно. Вот. А если вы порядочный человек, никого не хотите обманывать, никто вам денег не даст. Никак вы, вы можете только отдать кому-то деньги и быть обманутым. Никак вы просто так на халяву денег не заработаете, серьезных. Ну, никак. Ну, 99% обман. Я допускаю 1%, даже меньше 1%. Ну, ладно, возьмем 1%. Ну, давайте. Вот 1%, что вы любите детей, хотите ребенка. Вам врачи дают 1%, что вот с этой женщиной вы родите ребенка. 1%, что вы не попадете в аварию. На самолет садитесь 1%, что самолет не упадет. Да, даже если 1%, что самолет упадет ваш, сядете вы в самолет. Понимаете, да? Поэтому, ну, везде вот обман. Как бы, смотрите, подонки, как и дураки, да, их мало. Их 1% дебилов и 1% подонков. Их мало, но невидимая рука мироздания, как-нибудь так это красиво высказать, невидимая рука мироздания, подонков и дебилов расставляет настолько грамотно. Ладно, мы их нам на острове Кипр всех поделили, остров Кипр пополам, и на одной половине все подонки, на другой половине все дураки. И пусть развлекаются. Вот. А нет, их невидимая рука мироздания ну, расставляет очень грамотно так, что они на каждом шагу. В принципе, вот взять, например, да, столбы. Их в стране там миллионы, может даже миллионы, ну, миллионы точно столбов. Но не так часто они встречаются там, стоят и стоят, да. Вот. Деревья взять, лесу их больше. Но столбы чаще встречаются, чем... Ну, так, это такой пример дурацкий, ладно. Не знаю, песок, да, песчинок в триллионы раз больше, чем столбов. Но столбы и деревья встречаются чаще, чем песчинки вам, правильно? Вот. Такой. Дурацкие примеры, да. Сегодня день дурацких примеров. Но я просто пытаюсь как-то объяснить, чтобы это в голове у вас запало. Вот вы сядете и подумаете, а, юрист какой-то бред несет, дурацкие примеры. Но в голове у вас уже будет и мое видео, что не получится у вас заработать денег вот на этом всем. Да, конечно, вы сейчас можете мне сказать, тот, кто купил биткоин, там, не знаю, 5-8 лет назад, может поспорить, да. Но огромное количество других криптовалют, которые провалилось, огромное количество других пирамид, там огромное количество всего. И плюс еще я даже знаю, то есть даже если вы захотите купить биткоин, то 99%, что вы нарветесь на посредника, да, который вам поможет. То есть если вы сами купите, я не против, если вы сами разберетесь, я даже знать не знаю, как купить биткоин. Но если вы разберетесь сами, да, ко мне даже обращались люди, у меня был человек, который обращался ко мне, я, говорит, специально купил земельный участок, все оформил, вот, ну, типа, как это делается, майни биткоины, да, то есть, ну, типа, у него огромное количество оборудования, да, я так понимаю, ну, грубо говоря, компьютеров надо много, вот, и оно жужжит, и соседи раздражает это жужжание, вот, и соседи пишут жалобы, он у меня консультировался, что-нибудь ему могут сделать, вот, то есть, даже есть, конечно, умные люди, которые в этом разбираются, не вопрос, опять же, о чем я говорю, надо быть специалистом, если вы не специалист, вас просто обманут, то есть, 99% фирм, которые предложат вам заработать денег на биткоинах, на акциях Газпрома, на всем, что только можно, связанное с этим, они даже могут и купить биткоин, да, но они, если вдруг вы проиграете, они еще с вас денег попросят, и обоснуют, что, ну, как бы провал курса доллара, как говорится, вот, вашего инвестиционного портфеля, я уж молчу о том, что это вообще все, начиная с доллара и заканчивая всеми этими акциями, это все пузырь мыльный, да, который надувается только за счет того, что есть люди, которые его набивают деньгами, то есть, берем воздушный шарик, набиваем, сыпем туда монетки, он становится все больше и больше, монеток там все больше и больше, больше и больше, но рано или поздно он лопнет, правильно, вот, и рано или поздно и доллар лопнет, да, и все вот эти акции, потому что они, ну, просто это за счет вливания, это все та же финансовая пирамида, да, почему пирамида, все верхнее, существует за счет нижнего, и пирамида должна быть вот такой, нижних все больше, больше, как только количество людей становится меньше, чем, ну, чем нужно, то есть, как только пирамида, ну, количество людей все перестает, основание пирамида перестает увеличиваться, А она же не может увеличиться до бесконечности Именно поэтому, да, и надо Америке быть такой крутой, везде всех бомбить Чтобы доллар Доллар же, он желателен везде, правильно? А теперь представьте, что доллар станет Нигде не нужен, вот никто не хочет Рубль, поэтому за Доллар дают, сколько там сейчас, 73 рубля Вот, то есть Грубо говоря, доллар круче рубля в 73 раз Ну я так, я к примеру, тоже утрированно Знатоки экономики Меня не гнобите сильно Вот, потому что это я утрирую Для простейшего Понимания, но тем не менее, доллар Во всем мире желателен, и в принципе В принципе, если где-то Ну любой человек, в принципе, грубо говоря Во всем мире, ну хочет иметь доллар То есть, в принципе, если вы ему предложите Доллар взамен Чего-либо, ну он не будет Сомневаться, что это не подделка Ну в принципе он не откажется, потому что он знает, что В любом месте можно поменять, а теперь попробуйте В Австралии предложить Пятитысячную купюру российскую Да, рублей Вот Даже евро неизвестно В Австралии, насколько желателен Вот, но доллар везде, даже в Конго И в Код Девуаре желателен Потому, поэтому, да Америке надо всех бомбить И заставлять, чтобы доллар был везде Желателен, чтобы расширять Как только доллар перестанет Ну как только количество людей Начнет уменьшаться, кому нужен доллар, да То есть, поэтому нельзя допустить Как только какой-нибудь стране Там, не знаю Какой-нибудь там Бразильский, я не знаю, что там у них Песо, допустим Или мексиканский Песо Начнет становиться круче доллара Америка начнет бомбить Мексику Сто процентов Потому, что как только что-то станет Желанием доллара Вот И в мозгах у людей Что-то будет надежнее доллара А у большинства планеты Доллар считается надежным Хотя это не так Вот Так сразу же Америка будет Конечно же Бомбить эту страну Потому, что А как начнут бомбить страну какую-либо Естественно, никому Эта валюта Валюта этой страны Уже и акции не нужны И они сразу упадут И доллар снова Как положено Укрепится Поэтому Америка так бешено Все защищает Поэтому Все эти санкции нужны И так далее Ну, не только поэтому Но в том числе и поэтому Вот И вот это все Финансовые пирамиды И люди так с удовольствием Ведутся на На вот этот вот Запах халявы У меня постоянно Я вот Контакт просматриваю Постоянно Это контекстная реклама Ну, из-за того, что я там Пишу, что я юрист Да И вроде как считается У этих Как они называются Это СММщики Да Считается, что типа Юрист это Ну Не знаю Как же это назвать Ну Люди, которые Ну, потенциальный там Покупатель Или потребитель услуг Да Или потенциально Обеспеченные люди Ну, то есть Это лучше, чем Когда человек напишет Что я пенсионер Там, да Мне 70 лет Я дворник То есть Такие люди Ну, кто будет им Предлагать купить акции Газпрома И вот у меня Постоянно высказывает Реклама Контекстно настроена Именно на то Что я юрист Естественно Естественно Мне все это дерьмо Не нужно Да Но и удалить нельзя Вот Но я же вижу Как люди на это ведутся Репосты делают Там у некоторых постов Я вижу Как Ну Там Какой-нибудь 19-летний Пацан Сфотографировавшийся Чужой тачки Дорогой Рассказывает о том Как он умеет Вложиться Или Знаете как Вот Самая Самая ржака Самая ржака Для меня Это Это вот Оцените Оцените Да Ну Во-первых Люди Ну Насколько Надо быть Наивным Человеком Но в целом Просто Дайте мне Денег Я знаю Куда их Вложить Я так Вот сейчас Утрировано Да То есть Я знаю Способы Приумножить Их там В 5 раз За 1 месяц Дайте мне Денег Я вам приумножу И люди На это ведутся Массово Теперь подумайте Если бы я знал Способ Вот Вот сейчас Есть у меня Например Там 10 тысяч рублей Если бы я знал Как за месяц Их превратить В 50 А потом 50 превратить За месяц В 250 Я бы Не то что Никому об этом Не сказал бы Я бы Вообще Все соцсети бы закрыл Чтобы никто Обо мне не узнал И вот этот Канал Ютуб бы закрыл Потом 250 Я бы превратил В миллион 250 И так далее Вот Понимаете То есть Тот Кто говорит Что Может Ваши деньги По супер Выгодному курсу Там Ну вот сколько Банк дает Да Банк дает Там 8 процентов Годовых По-моему Самый большой Ну может 11 Где-то можно найти Не знаю Вот Вот Все что выше Ну еще может быть Там какие-нибудь Там Кооперативы Там еще чуть-чуть повыше Может быть процент Где менее жадные люди Но когда Прибыльность 100 процентов Никто Запомните Никто Как там Говорит Говорил преподаватель У меня один Если человек А хотя даже Тоже юмор Получается Если человек Может То он делает Если не может Преподает Но это именно Касалось не Преподавательской Деятельности А именно Зарабатывание денег То есть То есть если человек Может зарабатывать Деньги Он зарабатывает Если он Не может Зарабатывать Он преподает Как их Зарабатывать Вот Поэтому Ну не ведитесь Ну я устал Уже людям Объяснять Еще полиция Ничего не делает По этому поводу Зачастую Да Потому что Мошенники Очень часто Либо за границей Либо деньги Переведены На подставное лицо То есть Когда Студент Да Если вы студент Или ваш сын Студент Вот это тоже Легкий заработок Стать Формальным Директором Фирмы Номинальным Да Вот Потом Люди опять Ко мне обращаются У меня проблемы Что делать Я конечно Подсказываю Но все равно Проблема Это любому человеку Неприятно Или Студенты Да Подработка Обналичка денег То есть Хвастаются Мне надо Всего лишь Там Три раза в день Добъезжать До банкомата Снять деньги И перевести На Киви кошелек Да А потом Он пишет мне Меня тут Вызывают В АБЭП Для допроса Вот Пока в качестве Свидетеля Нужен ли мне Адвокат Ну я тоже Конечно Консультирую Я понимаю Что люди Наивны Что их в школе Не обучают Основам Юридической Грамотности Да Я не против вас Я просто Пытаюсь Научить Элементарным Признакам Юридической Безопасности Да Вот как ОБЖ Основы Безопасности Жизнедеятельности И надо Не только Уметь Сделать Искусственное Дыхание Непрямой Массаж Сердца Шину Наложить При переломе Или остановить Кровь Не только Это надо уметь Основы Основы Безопасности Жизнедеятельности Еще и Юридические То есть Ну Банально Вы же все знаете Ну уходишь Дверь надо Закрывать на замок Для чего Нужно Закрывать Дверь на замок Скажите мне Для того Чтобы преступники Не проникли В квартиру Ну что вы мне Придумываете Для того Чтобы преступники Не проникли В квартиру Надо Не светить Большой кучу денег В общественном месте Да Вот Не снимать Там в банкоматах Большую кучу денег Надо не Показывать свое Большое богатство И так далее Потому что Профессиональные Домушники Они обычно Именно в банках Кто снял Большую сумму денег Да и грабители Тоже выслеживают Или человека На дорогой машине Отслеживают Если у человека Дорогая машина Они начинают За ним следить То есть Бывает что Дорогая машина У человека просто Он кредит взял Он смотрит Какой у него костюм Если тоже дорогой Едут Если он живет Ну Ладно там Если охраняемая территория Вот Тогда ладно Но Если он живет Где-нибудь Просто в обычном доме Все Первая жертва То есть Вот откуда Начинают профессионалы И для них Замки вскрыть Не проблема Я по-моему Рассказывал историю Что у меня Ребенок один раз Изнутри закрылся И спать завалился Самое обидное Вот И Ну И даже Просто он Совсем маленький был Мы закрываем Изнутри на ночь Дверь Да На замочек На этот И он Уже Вот Достиг возраст Там Года в два Когда начал подражать И вот начал И закрыл дверь То есть Подражать То есть Мама с папой ушли И он впервые закрыл дверь Ну как бы Мы неопытные родители Один ребенок Столкнулись с этим Вызвали мастера Он прям Мгновенно вскрыл эту дверь Грубо говоря Знаете как Ну по сути По сути Да Он Чуть-чуть расколол Стену И Типа грубо говоря Ну зубилом И молотком Просто этот замок Вогнал Вогнал обратно Вот и все Он даже не сломался Этот замок Нам пришлось Чуть-чуть потом Вызвать тоже мастера Стену это Зашпатлевать Там закрасить Вот То есть Никаких проблем нет То есть Вы закрываете дверь Только для защиты От Дебилов Которые Если вдруг узнаешь Что дверь открыта То есть Вот дебил живет Вроде живет По-честному Все Но если он видит Возможность Где-то что-то упереть У него включается Вот его Дебильное Раз Защелка Переключается Только так-то Вроде порядочный человек Но поскольку он дебил Вот он видит Например Что Девушка встала И телефон забыла Пошла с коляской Ребенка Да То есть Нормальный человек Что скажет Девушка Вы телефон забыли Или кошелек У дебила Мгновенно То есть До этого он жил честно Но у него Мгновенно включается Тумблер Режим Дебил На лбу Дебил 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 Мозг Отключается Вот Это так же как мужик Когда влюбляется Мозг Отключается Начинает Другая голова Работать Вот Все он начинает Думать Спинным мозгом А спиной мозг Для думки Не предназначен И он ворует Этот телефон И кошелек Потом Садится в тюрьму Или привлекается К ответственности И говорит Я не понимаю Как я это сделал Как будто Как будто Это не я А его мама Говорит Он же всегда Такой хороший Был на суде Пожалуйста Не сажайте Он такой всегда Хороший Был честный Он не мог Это сделать Не мог Что-то случилось С ним Или может быть Это неправда Или его подставили Или ему подкинули Не верит А просто он Дебил 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 Режим Дебила Включает Вот И вместо того Чтобы сказать Ой вы кошелек Потеряли Или сколько раз У меня было Такой Ну За мою жизнь Да Что я Ну вот в заднем кармане То есть Сейчас я все в электронном виде Да За телефоном Я слежу Как Это мой основной источник дохода И там у меня вся информация Поэтому телефон у меня всегда в руках И Даже у меня небольшое психическое заболевание есть То есть Если я вдруг В карман раз Куда обычно телефон кладут Ну если вдруг Отвлекся И телефон положил в другое место Например Раз карман И прям нет телефона И прям На долю секунды мельчайшую Но уже Чик Тревога Сразу раз По другим карман Телефон на месте Но вот этот Чик Тревоги Да Улавливаешь Да Тоже Да психическое заболевание Согласен Но у меня Оно оправданное Поскольку телефон Для меня Это моя сфера деятельности Моя работа Вот Именно по этой причине Да Я бэушный телефон себе купил Но Премиум класса Да Двугодовалый С большущей скидкой Вот Конечно же Ну новый мне зачем Но вот Хороший Да видите Даже качество видео Насколько поменялось Вот Чтобы большая память у него была Мне надо Да Чтобы хорошая оперативка И так далее Мне не нужно даже название Если бы Был бы Телефон Такого уровня От любой другой фирмы Малоизвестный Я бы его купил Но такого уровня Телефонов То есть Это Ну вот я сейчас снимаю Самсунг Галакси С10 Керамик То есть Ну вот его характеристики Основные Какие мне нужны Ну камера Видите Даже это просто Вот селфи камера У него И то видите Качество какое Приличное У селфи А у задней камеры Еще лучше Качество Ну самое главное У него 12 Оперативки Вот Я у меня Вот у ноутбука То ли 4 То ли 6 Оперативки Вот Ну мне хватает У меня там Что документы писать До ютуб смотреть И Жесткий Ну жесткий диск Да Как там Телефон Ну Жесткий диск Грубо говоря Память Да Вот 1 терабайт То есть Представляете Да Сколько надо Чтобы терабайт Заполнить Ну мне действительно Это надо Потому что Несколько томов Дела Фотографировать Это тоже Достаточно много Вот И Все Я опять ушел С мысли Давайте мы возвращаемся Телефон Да Просто человек Ну в чем проблема В чем проблема Человеку Сказать Девушка Вот ваш телефон Только жадность Включается Смогу продать А еще айфон Его по моему Даже и да Он в кирпич Превращается Если его заблокировать То есть его Продать вообще Можно за копейки То есть Уголовной ответственности Человек подлежит За то Что там Похитил айфон Стоимостью Там не знаю 100 тысяч рублей А продал его там Не знаю На запчасти За 5 тысяч рублей Ну грубо говоря Я утрирую И подлежит Уголовной ответственности Зачем это надо То есть сейчас Уже идет практика К тому Что Вот находка Подобная Уже изредка Судами Приравнивается К краже Да Вот и есть И такое То есть Уже практика В эту сторону идет Поэтому ни в коем случае Если что-то нашли Ой Ну можете не подбирать Это тоже ваше право Вот Но можете Подобрать И тут же сообщить В полицию Что вы нашли Там телефон То есть Если строго по закону Вы должны В полицию сообщить Или в местные органы власти Ну грубо говоря В администрацию То есть Нашли что-то Если хотите Быть добросовестным И не знаете Кому это вернуть Сообщаем в полицию Все По крайней мере Ваш звонок С вашего телефона Или с этого телефона Допустим Ну не важно Что вы нашли В 112 Или в полицию Грубо говоря В 112 Уже признак Вашей добросовестности Уже у вас не будет Уголовки Вот Понимаете Ну все Надо заканчивать Опять же На 21 минуту Она говорила Ну действительно Это наболело Просто у меня Очень много В душе наболело Потому что Людей очень много У меня консультируется По огромному количеству проблем И эти проблемы Я часто воспринимаю Ну близко к сердцу И мне хочется помочь А я не знаю как То есть я Очень часто Я человеку говорю Ну вот эту ситуацию Наверное Надо принять Как жизненный урок На всякий случай Заявление в полицию Напишите Хуже не будет Но наверное Надо принять Как жизненный урок Ну не очень часто Но зачастую И люди Многие говорят Ну да Потому что Многие юристы Говорят Ой все Давайте напишем Жалобы в прокуратуру В Роспотребнадзор В Спортлото В КВН Маслякову Давайте тоже напишем Заплатите за каждую Жалобу 5 тысяч рублей Вот Ну на деле Эти жалобы Бестолковые Просто придуманные Услуги Вот У меня сейчас Тоже Ну ладно Сейчас уже Примеры не буду Приводить Я люблю Примеры Приводить Из давних дел Уже А то что Сейчас Конечно Есть хорошие Примеры Но Из уважения К людям Я даже Обезличенно Не буду Их Приводить Там Через Полгода Через годик Эти примеры Уже Буду Рассказывать Приводить 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 Приводить